Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Максимов, и мы находимся в магазине United Store, где мы снимаем видеообзор вот этого замечательного басового усилителя GelenKruger RB700. Вообще, RB-серия начала выпускаться в 1983 году и, по сути, является флагманским направлением компании GelenKruger. Модель RB700 позволяет добиться разного звучания вашего баса за счет большого количества настроек. Это полностью аналоговый усилитель мощностью 480 Вт при нагрузке 4 Ома, плюс дополнительные 50 Вт, которые можно получить в режиме Beamp. Итак, что такое режим Beamp? В этом усилителе есть кроссовер, который позволяет разделить усиленный сигнал на низкие и на высокие частоты. Соответственно, низкочастотный сигнал отправляется на вуферы, а высокочастотный сигнал отдельно на твиттеры или горн. Но для того, чтобы использовать этот режим, вам необходим соответствующий кабинет, который также поддерживает этот режим Beamp. Если у вас нет такого кабинета, то усилитель будет работать в обычном режиме Full Range. Итак, рассмотрим подробно переднюю панель. Первая секция — это у нас секция DI-выхода. Здесь мы имеем непосредственно гнездо DI-выхода, также переключатель Ground Lift, заземление, еще один переключатель Pre-Post Equalizer и непосредственно фейдер, который регулирует уровень выходного сигнала. Следующая секция — это секция инструментального входа. Здесь у нас есть, собственно, гнездо входа инструмента, потом переключатель Pad, который переключает между режимами Active-Passive, и в режиме Active он понижает входной сигнал вашего инструмента на 14 дБ. Затем у нас идет переключатель Mute, который отключает DI-выход и выход на кабинет и оставляет активным только выход на тюнер, который находится вот здесь вот в самом конце нашей передней панели. И также в этой секции у нас находится ручка громкости. Переходим к следующей секции, которая является секцией фильтров. В секции фильтров у нас имеется три фильтра. Первый — это переключатель 5-струнного и 4-струнного режима, который добавляет низкие частоты. Следующий фильтр в виде фейдера называется Contour. Он отвечает за то, что делает середину более плоской и усиливает низкие и верхние частоты. Посмотрим, как это работает. Сейчас этот фильтр выставлен в нулевую позицию. Ставим его на максимум. Как это явно слышно, середина ушла вниз и увеличилась низ и верхние частоты. По моему личному наблюдению, один из величайших басистов в истории, Нейтан Ист, который играл в группе 4Play и который записал несколько тысяч, наверное, пластинок, включая супер-хит группы Daft Punk Get Lucky, у него звук очень похож на звучание этого фильтра. Если послушать группу 4Play, в которую он играет, то можно услышать, что он использует примерно такие же настройки. То есть у него провальная середина, очень много низа и очень много верха, особенно при игре с лэпом. Следующий фильтр называется Presence, который отвечает за усиление верхних частот. Также представлен в виде фейдера. Посмотрим, как это работает. Опять-таки этот фильтр сейчас находится в нулевой позиции. Крутим его на максимум. Явно добавилась верхняя частота. Эти фильтры, естественно, можно сочетать. Можно добавить... Вот сейчас оба фильтра выкрутить на середину. Оба на максимум. Вот очень похожий звук на звук Natan Ista. Следующая секция — это четырехполосный активный эквалайзер. Здесь без сюрпризов. Верхние частоты, верхняя середина, нижняя середина и низкие частоты. Следующая секция — это секция режима Beamp. Первый фейдер называется Boost, который немножечко подгружает сигнал. Нельзя назвать это овердрайвом. Ну, просто добавляет какого-то такого вот приятного песочка. Например, если вы играете рок-музыку, это может быть очень кстати. Давайте посмотрим, как он звучит. Вот это вот на минимуме. Выкручиваем эту ручку Boost. Появляется агрессивность, появляется такой чуть-чуть подгруженный звук. И два следующих фейдера вместе с вот этими переключателями Hi-Cut — это секция управления кроссовером. Первый фейдер называется Twitter, и он отвечает за посыл высокочастотного сигнала на Twitter. И последняя ручка называется Woofer, которая отвечает за посыл низких частот на низкочастотные динамики. И в последней секции у нас есть три выхода. Самый последний крайний — это выход на тюнер, о котором я уже сказал, и петля эффектов — Send Return. Теперь посмотрим, что у нас находится на задней панели. Это гнездо входа питания, два выхода джек на кабинет и два выхода спекон на кабинет. От себя могу добавить, что, конечно же, этот усилитель — это просто классика. Это беспроигрышный вариант, великолепно подойдет для работы в студийных условиях, а также на концертах. Очень рекомендую. Друзья, если вы хотите знать все самые последние новости о музыкальном оборудовании, подписывайтесь на канал магазина United Store, подписывайтесь на мой канал Real Bassist и будьте в курсе. Салют! Салют! Субтитры создавал DimaTorzok